МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Илья Сумароков. Вы смотрите итоговую городскую информационную программу «Панорама Севера. 7 дней». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прокуратура Архангельска оспаривает городской бюджет. Точнее, ту его часть, которая касается субсидирования муниципальной газеты «Архангельс. Город воинской славы». В феврале несколько заседаний прошло в Октябрьском суде. Тогда иск прокуратуры не был удовлетворен. Сегодня газета вновь оказалась в центре внимания, но уже областных судей. За ходом судебного заседания следил Артемий Заварзин. Прокуратура воспользовалась своим правом обжаловать решение суда первой инстанции. Позиция стороны ответчика неизменна. Депутаты Гурдумы, принимая бюджет, действовали строго в рамках законов России и бюджетного кодекса. Более того, выпуск информационного издания, которым является газета «Архангельска. Город воинской славы», это обязанность муниципалитета. За ней конституционное право граждан на получение информации о деятельности избранных ими мэра, депутатов и всей системы муниципальной власти. Не говоря уже о социальных задачах газеты. Бесплатное распространение среди людей старшего поколения и ветеранов. Поэтому ответ на вопрос, правомерно ли выделение субсидий информационно-издательскому центру, для представителей муниципалитета очевиден. Мы обязаны финансировать бюджетное учреждение в рамках выполнения конкретного муниципального задания. В случае исключения этой строки бюджета, подчеркиваю целиком, органы местного самоуправления будут вынуждены, на наш взгляд, наверное, даже закрыть это учреждение, что мы неправомерно будем делать. Выслушав мнение сторон, суд озвучил решение. Решение Октябрьского районного суда города Архангельска от 5 февраля 2014 года оставить без изменения апелляционное представление заместителя прокурора города Архангельска без удовлетворения. Таким образом, по мнению уже областного суда, принятый городской бюджет полностью соответствует действующему законодательству. А значит, газета «Архангельск. Город воинской славы» и дальше будет приходить к своим читателям. В поморской столице дан старт вахте памяти 2014. Традиционная акция по увековечению памяти воинов погибших в годы Великой Отечественной войны открылась в Архангельском городском культурном центре. Это настоящая школа патриотизма. С подробностями Мария Воробьева. Каждый из этих школьников, независимо от даты, несет ежедневную вахту памяти в своем учебном заведении. Вот и на этот раз ребят из 23 общеобразовательных учреждений города объединила военно-историческая игра «Полководцы Победы». Школьники искали ответы на 30 вопросов и набирали баллы. По итогам первого этапа победителями акции стали команды Ломоносовской гимназии 20, 26 и 51 школ. Очень интересная игра. Много нового для себя узнал. Он открыл историю названий некоторых улиц. То же самое Петр Михайлович Норицын, Галушин, Прокопий Иванович. Патриотическое воспитание школьников – одно из важных задач поискового движения Архангельской области. Оно зародилось 25 лет назад. Поисковые отряды по морю традиционно принимают участие в экспедициях в Архангельской, Ленинградской и Тверской областях, в Республике Карелия. За это время были найдены и перезахоронены останки сотен бойцов Красной армии. Я думаю, что поисковое движение в городе Архангельске, оно с каждым годом должно все шире развиваться и поисковых отрядов должно становиться все больше и больше. В ноябре в столицу Поморья съедутся поисковики со всей страны. Архангельску, городу воинской славы, выпала честь стать главной площадкой проведения Всероссийской вахты памяти. Снег в городе постепенно исчезает, а вместе с ним исчезают и дороги. В областном центре на ремонт дорог выделено более 100 миллионов рублей. Сумма значительная. Но почему буксуют программы, кто виноват и что делать? Ответ в нашем следующем сюжете. Тот факт, что Архангельск построен на болоте, находит свое прямое подтверждение на улице Ярославской. Жители Соломбулы ее иначе, как одним большим болотом, не называют. Известно, что на 60% территории города нет ливневой канализации. Улица Ярославская в их числе. Славится она и обилием ям и выбоин. Ни ливневки, вода никуда не уходит, асфальт из-за этого теряется. На ремонт дорог выделено 78 миллионов рублей. На эти деньги проведут текущий ремонт на нескольких дорожных объектах Архангельска, в том числе и на улице Ярославской. Вот только такой финансовый импульс вряд ли улучшит ситуацию. Многие дороги нуждаются в капитальном ремонте. В иторфовке – замене всех коммуникаций. А это требует более серьезных денежных вливаний. Опыт такого строительства у города есть. Дорога по улице Ваучейского. Как заверяет подрядчик, состояние этой автомагистрали не будет вызывать нареканий 10 лет. Таков ее гарантийный срок. У дороги, как и у любого другого сооружения, есть свой гарантийный срок, во время которого она должна находиться в нормальном состоянии. Впоследствии же необходимо проводить, то есть для верхнего слоя асфальтного покрытия необходимо проводить текущий ремонт. То есть это замена полностью верхнего слоя покрытия. Это примерно в зависимости от категории дороги раз в 4-7 лет. То есть, как мы вот и видим, у нас дороги разные стоят 4-7 лет, потом они приходят, верхняя часть как раз покрытия приходит в негодное состояние. Понятно, что столь масштабные стройки, как на улице Ваучейского, городу в одиночку просто не осилить, что подтверждают и цифры. Общая протяженность дорог в Архангельске 580 километров. Если даже предположить, что один километр нового дорожного полотна обойдется городской казне в 10 миллионов, то в общем на дорожную модернизацию необходимо почти 6 миллиардов рублей. И это помимо строительства социального жилья, школы, детских садов, возведение которых также лежит на плечах городских властей. На помощь муниципалитету в свое время пришла область, когда приняла программу развития Архангельска как областного центра. Но в этом году ее реализацию областные депутаты по инициативе правительства региона прекратили. При том, что... На данный момент в мэрии города имеется 4 проекта по капитальному строительству и реконструкции автомобильных дорог города Архангельска. Общая сумма 768 миллионов рублей. Данные проекты получили положительное заключение государственной экспертизы. Все эти мероприятия мы планировали реализовать в рамках программы Архангельска как областной центр. Но поскольку данная программа была, скажем так, приостановлена на 2014 год, мы фактически не приступили к реализации этих проектов. А для Архангельска как административного центра области эти проекты крайне важны. Здесь проживает треть населения региона. Имеется множество объектов как областного, так и федерального значения, что создает двойную нагрузку на дороги города. Скорое разрешение вопроса вполне возможно. Ситуация с областным бюджетом перестала быть напряженной. И мэр Архангельска Виктор Павленко обратился к губернатору Игорю Орлову с предложением возобновить работу программы. Цель конкретна – строительство и модернизация дорог областного центра. Дренажная ливневая канализация Архангельска требует глобальной модернизации. В каких-то округах города она и сейчас работает исправно. А жители других вам скажут, что ее попросту нет. И будут правы. Ведь ливневками оборудованы только 40% территории города. В чем причина такого положения дел и каковы последствия? Расскажем далее. История Архангельской ливневки началась в 1930 году. Тогда коммуникации были проложены в центральной части города. В течение десятилетий Архангельск развивался и застраивался. Но во многих микрорайонах сети дренажно-ливневой канализации не были соответствующим образом модернизированы, а в ряде мест и вообще не построены. Эхо неправильных градостроительных решений слышно по сей день. Снега копится очень много. И когда начинает таяние, вот вы видите, стоят какие лужи. Лужи, конечно, стоят не везде. 40% территории Архангельска ливневку все же имеют. Но при общей протяженности сетей почти в 200 километров, 100% находятся в аварийном состоянии. Требуется их срочная замена. Особенно в весенний период, когда происходит замораживание, оттаивание, вода попадает, разрывает и покрытие разрушается. Естественно, что водоотвод должен быть. Другое дело, что он может быть поверхностным водоотводом. То есть решаться, что вода уходит куда-то в сторону от дороги, бывает, ну и либо ливневая канализация, которая тоже должна содержаться и очищаться. Это, естественно, нормальная работа по содержанию, которую надо проводить. Километры ливневки находятся в ведении муниципального предприятия «Архкомхоз». Оно регулярно проводит работу по очистке сетей. Ее периодичность зависит от размера труб. Чем меньше диаметр, тем чаще необходимо вмешательство специалистов. Аварийные же сети предприятие прочищает 2-3 раза в год. На сегодняшний день у нас прочищено по городу с начала марта 83 пролетов, очищено 23 дождеприемных решетки и прочищено около 53 колодцев. Из-за болезненного состояния ливневой канализации продолжение жилищного строительства в городе невозможно. А эффективность дорожного ремонта сводится к нулю. Правда, на улице Ваучейского картина иная. В ходе строительства магистрали проведена полная вытрафовка грунта. Заменены коммуникации. Мэр Виктор Павленко принял решение не размазывать средства тонким слоем на все дороги, требующие ремонта, а сосредоточить их на одном важнейшем объекте. Опыт строительства автомагистрали на Ваучейского заинтересовал и глав городов Центра и Северо-Запада России, которые в ноябре посетили Архангельск. Конечно, то, что было, скажем, каких-то 6-7 лет назад, когда по центральным улицам, даже по Троицкому проспекту нельзя было проехать, то сейчас многое сделано. Но многое еще предстоит сделать. Поэтому для этого нужно работать еще много. И работу по решению дорожного вопроса мэрия Архангельска продолжает. Уже разработан проект модернизации дренажно-ливневой канализации. Он предусматривает восстановление, строительство сетей и ремонт магистральных коллекторов. На реализацию проекта необходимо свыше 200 миллионов рублей. Их можно было бы предусмотреть в программе развития Архангельска как областного центра, синхронизировав работы по прокладке-ливневке с ремонтом дорог. Но пока работу программы областное правительство не восстановило. А значит, Архангельск рискует превратиться в эпицентр коммунальных проблем. И в продолжении дорожной темы. Одна из причин появления луж на дорогах и во дворах Архангельска состоит в том, что в канализационную систему вода с трудом уходит из-за скопившегося льда. В борьбе с этим явлением специалистам муниципального предприятия Архкомхоз удалось найти весомый аргумент. Пар костей не ломит, зато ломят ледовые преграды, особенно если пар под давлением. Это работники муниципального предприятия Архкомхоз расчищают путь в воде на проблемных участках дренажно-ливневой канализации с помощью передвижного парогенератора. Дренажная линия системы канализации зачастую находится на глумине промерзания, поэтому днем она не успевает оттаивать, скапливается вода, в том числе она вытекает и на проезжую часть, потапливает и дворовые, и домовые территории. Поэтому в тех местах, где есть возможность, мы работаем вот такой установкой парогенераторов. На сегодняшний день у нас прочищено по городу с начала марта 83 пролетов, очищено 23 дождеприемных решетки и прочищено около 53 колодцев. Парогенератор был закуплен Архкомхозом три года назад. Затраты в 700 тысяч рублей начали окупаться сразу же. Уходит на один дожеприемник новым аппаратом всего 30 минут, ну где-то может быть и час времени. А старым способом уходило по времени, бывало полдня, бывало и целый день. Старый способ это просто отливали кипятком и все. А данный аппарат намного эффективнее. Заявки на прочистку ливневки во дворах с помощью этого агрегата поступают и от управляющих компаний и ТСЖ. Ситуация требует. На Галушино опять у нас весной все время, когда тает снег, образуется море. А сейчас если сделают, так лучше будет. Лучше будет точно. Температура пара в 200 градусов и шланг установки длиной в 50 метров шансов застоявшемуся льду и скопившейся на поверхности воде не оставляют. Чем вам запомнилась прошедшая неделя? У каждого свой ответ на этот вопрос. Значимыми событиями в своей жизни с нашей съемочной группой поделились Архангела Городка Юлия Халяпина, участник открытого первенства по скалолазанию в вертикальный предел Никита Сюдунов и десятиклассница Татьяна Коноплява. В рамках «Вахта памяти» проходила военно-историческая игра «Полководцы Победы». Я приняла в ней участие с командой Университетской Ломанасовской гимназии, и мы заняли первое место. Это была викторина про полководцев России и Архангельской области. Я узнала много нового о биографиях этих людей и интересных фактах из их жизни. Я бы хотела выразить благодарность мэрии города Архангельска за то, что они дали мне возможность поучаствовать в этой игре. Для меня это большая честь. В пятой неделе я участвовала в открытом первенстве по скалолазанию в вертикальный предел. Я заняла второе место за трудности. Там надо было идти точно по заданному курсу и не наступать, и руками не держаться за те зацепки, которые были не обведены в кружочек. Я занимаюсь два года. Это были мои третьи соревнования. Я не сомневался, что я займу призовое место. На соревнованиях меня поддерживала мама, подбадривала. Эти соревнования нужны для того, чтобы развивать выносливость, чтобы человек был сильнее. Самым интересным событием этой недели для меня стало участие в тотальном диктанте, который впервые прошел в Архангельске. Я, хотя не любительница участвовать в разных массовых мероприятиях, пошла на тотальный диктант со своей дочерью. Для меня самой интересной площадкой показалась площадка Северо-Арктического федерального университета. Я к диктанту не готовилась, потому что мне было интересно узнать свой уровень на текущий момент. Поэтому я пришла с нуля, что говорится на диктант. И так как человек сомневающийся, конечно, для меня диктант представил некоторую сложность. И ошибки были в основном пунктационные. В чем, в принципе, что меня не очень расстроило. Потому что теперь я знаю, над чем я могу работать. Если говорить о языке как о культурном наследии, то, конечно, надо сохранять его и начинать в первую очередь с себя. Весна обнажает в Архангельске многие проблемы. Прежде всего коммунальные. И вместе с тем активизирует работу соответствующих служб. Ведь большой спектр строительных, ремонтных мероприятий можно и нужно проводить с наступлением тепла. Алексей Карельский продолжит тему. Дороги и дворы, строительство жилья и бань, школ и детских садов требуют финансирования. На что, в первую очередь, должны быть направлены деньги из бюджета Архангельска. На мой взгляд, в Архангельске надо бюджетные деньги тратить на ремонт дорог. Этой весной на устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия мэрия Архангельска выделила более 31 миллиона рублей. Около 80 миллионов рублей. Предусмотрено в городском бюджете на текущий ремонт с укладкой нового покрытия. И это при том, что изначально запланированные на дороге средства в размере около 700 миллионов рублей область у муниципалитета забрала вместе с программой Архангельска как административного центра. Но даже в таких условиях мэрия от своих полномочий и обязательств перед горожанами не имеет права отказываться. Все полномочия одинаковые, их надо исполнять. Но в ряду этих полномочий некоторые бывают более актуальны, вот в текущий момент некоторые менее актуальны. Для жителей города наиболее важным кажется то, что город весной становится непроезжим. Конечно, будет спрос за финансирование на эти отрасли, на дороги и дорожные движения, на дворовые территории, на те коммунальные проблемы, которые привели к тому, что город весь лужами залит. Денег, как всегда, мало на эти цели выделено и больше не позволяет состояние бюджета города Архангельска. Поэтому сегодня, видимо, для города главным будет являться выдержать сроки, выдержать вот эти объемы финансирования и найти очень скромные, очень скромные финансы, сделать максимальный объем возможного. Протяженная, израненная дорожная сеть требует серьезных вложений, равно как и вся коммунальная инфраструктура. Водопроводы, ливневки, канализация нуждаются не просто в замене отдельных участков, а в полной модернизации. Надо старые сети давно менять, потому что сколько годов мы живем, тут ничего не меняется. Как построили где-то там в 80-х годах, так оно все и стоит. Прочистку ливневой канализации муниципальные предприятия проводят с применением современной дорогостоящей техники. Но эта мера позволяет лишь избавиться от луж. А что делать с трубами, с авариями, которые водоканал устраняет за нерадивых строителей, и повредивших водопроводы. Ведь деньги на это идут бюджетные. Вопрос упирается в закольцовку системы водоснабжения центральной части Архангельска, которая бы обеспечила бесперебойное водоснабжение жителей даже в случае ЧП на сетях. Однако инвестиционная программа водоканала правительством области не утверждена. Мэрия продолжает в одиночку вытаскивать из ямы убыточное предприятие, а с ним и коммунальную инфраструктуру города. А ведь сотни миллионов рублей нужно выделять из бюджета и на решение другой проблемы. Бюджетные средства надо в первую очередь по расселению из ветхого жилья. В центре такие дома стоят с подпорками. Улица Свободы и Ломоносова 169, Свобода 16. В первую очередь надо эти дома снести и строить социальное жилье. Расселение ветхого и аварийного жилья и строительство нового – приоритеты, которые обозначены президентом страны. Однако надо понимать, что при годовом бюджете Архангельска менее чем 7 миллиардов рублей, работа эта не может идти быстрыми темпами. Мы каждый год строим, переселяем людей. Но кроме этого есть уже полторы тысячи, там уже побольше, наверное, 1700 судебных решений. То есть уже из той очереди, которая у нас есть и требует расселения людей, есть уже своя очередь по исполнению судебных решений. Я не раз обращался по этому поводу правительства области. Но, к сожалению, помощи в этом плане нет. Поэтому мы даже в рамках такого сложного бюджета мы предусмотрели пока 50 миллионов рублей и будем смотреть еще возможные варианты дополнительных средств. Варианты, которые находит мэрия Архангельска – это и расселение граждан из ветхого жилья за счет застройщиков, которым выделяется земля, и исполнение судебных решений, когда гражданам выделяются не квадратные метры, а деньги, и привлечение федеральных средств на строительство социального жилья. На Конзихинской, помимо трех уже построенных домов, муниципалитет планирует возвести целый микрорайон. Касается это и Цыгламени, и поселка Кирпичного завода. Поддержка региональной и федеральной власти в этом вопросе значительно ускорила бы решение задачи. Одна из задач в год культуры – привлечь внимание общественности к проблемам в этой сфере. Культурные центры Поморской столицы от Северного до Исакогорского округа принимают у себя более 9 тысяч архангелогородцев. Афиши домов культуры всегда разнообразны, а количество проведенных городских мероприятий не поддаются подсчету. О жизни творческого закулисья расскажет Мария Воробьева. Впервые на этой сцене закружились в танцы в 1978 году. Тогда открылся Ломоносовский дворец культуры. Сегодня здесь воспитываются около двух тысяч ярких и талантливых людей. Я в Ломоносовском ДК уже более семи лет, шести. Благодаря, наверное, зрителям в сцене, то, что открылось, наверное, совсем с другой стороны, поняла, что умею больше нервно танцевать. Последнее наставление перед выходом на сцену художественный руководитель танцевально-спортивного клуба «Стремление» Александр Тормосов дает с уверенным спокойствием. Знает, ребята не подведут. Здесь очень много возможностей для того, чтобы развить такой коллектив. Талантливых ребят еще много. В 2013 году Ломоносовскому ДК исполнилось 35 лет. Виктор Павленко выделил Дворцу культуры 125 тысяч рублей на приобретение светового и звукового оборудования и 1 миллион 400 тысяч на пожарную безопасность. В год культуры мэрия направила из городского бюджета 10 миллионов рублей на масштабную реконструкцию АГКЦ. Отремонтирован малый зрительный зал, заменены кресла, приобретено новое звуковое и световое оборудование, заменены полы, покрашены и оклеены стены на третьем этаже. На первом построен новый гардероб. Завершена установка автоматического теплового пункта и узла учета тепловой энергии. Отремонтирован большой зал. Виктор Павленко выделил средства, и в большом зале появились новые кресла, новый театральный занавес, новая сцена и новое звуковое оборудование. За всю историю здания, которое построено в 1974 году, не проводился столь глобальный ремонт. И такой подарок для нас в Год культуры – это яркое подтверждение того, что муниципальная власть заинтересована в расширении культурного пространства города. Ежедневно в сфере культуры города трудится 611 специалистов, более 9 тысяч архангелогородцев – участники творческих коллективов муниципальных учреждений культуры, более 3,5 тысяч ребят обучаются в детских школах искусств. Приобщаться к культуре в комфортных условиях – вот главная задача, которую ставит перед собой мэрия Архангельска. Мы будем делать все для того, чтобы выполнить указ президента Российской Федерации, и вместе с депутатами Городомы выделили дополнительные средства для того, чтобы поддержать и работников культуры, и это будем делать и впредь. Жители поселка Турдеевский обратились к мэру города Виктору Павленко с просьбой об открытии филиала культурного центра «Бакарица». И вот новый объект культурной жизни поселка открыт. О прошлом и настоящем клуба Екатерина Гриценко. На стендах фотоотчеты об организованных мероприятиях. Книга отзывов заполнена словами благодарности и восхищения. Для многих жителей поселка Турдеевский местный клуб – филиал культурного центра «Бакарица» стал вторым домом. Все началось в мае 2013-го. На встрече представителей Совета ветеранов с Виктором Николаевичем Павленко педагог и общественный деятель Оксана Грибок обратилась к мэру с предложением своего проекта. Я вступила в разговор и сказала о том, что почему бы нет в здании нашей школы, которая наполовину пустует, не открыть что-то для детей. Помог, я считаю, что Виктор Николаевич Павленко нам и спасибо Орловой Ирине Васильевне. С тех пор клуб стал сердцем и душой поселка. Но кто из нас не мечтает научиться самостоятельно создавать подобные шедевры? Уроки рукоделия собирают представителей разных поколений. Здесь проводят свободное время пенсионеры, сюда спешат дети по окончании школьных занятий. Я люблю на танцевальный ходить, петь. Люблю еще на теннис, хотя я на нем не записан, но я люблю на теннис ходить и на рукоделие. Занятие прикладным творчеством в театральный класс. Сегодня артисты репетируют сказку про Колобка. Здесь тоже все как полагается, с чувством, с толком, с расстановкой. План мероприятий на апрель. Конкурсная программа для школьников, мастер-класс цветы и салфеток, веселые старты для детей и взрослых, вечер отдыха для тех, кому за 30. Такой насыщенной программой может похвастаться далеко не каждый клуб. Этот клуб – центр всей общественной жизни поселка Турдеевский. Здесь каждый находит себе занятие по душе. Тем более, что большинство кружков можно посещать бесплатно. Заслуженная артистка России Алла Сумарокова записала новый музыкальный диск. Все 14 песен посвящены героическому прошлому нашего города, города воинской славы. Песни архангельских авторов Александра Качаева и Владимира Лушникова «Архангельск. Морская душа» в исполнении Аллы Сумароковой вы услышите прямо сейчас. А я с вами прощаюсь. Вы смотрели итоговую городскую информационную программу «Панорама Севера. Семь дней» в студии был Илья Сумароков. Всего доброго и увидимся через неделю. «Архангельск. Архангельск. Архангельск» «Морская душа» в исполнении Аллы Сумарокова «Архангельск. Архангельск. Архангельск. Навеки со мною» «Твоя милая гора, морская душа». «Ты память мою окрикаешь путками» «И в сумерках поздней до боли близки» «Мне кажется часто дома кораблями, рекой деревянной» «Простые мостки». «Мне кажется часто дома кораблями, рекой деревянной» «Простые мостки». «Мне кажется часто дома кораблями, рекой деревянной» «Все те же причалы и улицы те же, и также свиних» «Колинная медь, а в сердце живет молчаливая нежность» Ведь ты, город мой, не умеешь стареть. А в сердце живет мучаливая нежность, Ведь ты, город мой, не умеешь стареть. Как прежде над синей студеной двиною Иду я вдоль берега, ветром дыша. Архангельск, Архангельск, навеки со мною Твоя милый город, морская душа. Архангельск, Архангельск, навеки со мною Твоя милый город, морская душа. Субтитры создавал DimaTorzok